Кто жил в СССР, тот помнит знаменитые пончиковые или пышечные. Москвичи называют эту выпечку пончиком. Жители северной столицы России до сих пор распаривают, мол, только пышка и никак иначе. У историков кулинарии своя горячая дискуссия. Не спорят разве что о вкусе, а вот о форме. Сегодня мы узнаем, как сделать пончик пышным и нужна ли ему дырка от бублика. Сегодня в меню. Винегрет с сельдию, мясные котлеты с рисом, пончики, вишневый кисель. Сельдь и в оси. Под этим названием в СССР продавали сардину. Но и в настоящей сельде недостатка не было. Керченская, алюторская. Именно за счет этой рыбы повара старались разнообразить ассортимент. Как вам винегрет с селедкой? Винегрет с сельдью подавали, наверное, с целью удорожания, во-первых, блюда в предприятиях. Ну и, наверное, для того, чтобы разнообразить ассортимент, повысить интерес предприятию. То есть предприятие-то как-то должно было заинтересовать своего потребителя. Поэтому и старались придумать. Для винегрета с сельдью возьмите одну среднюю свеклу, небольшой клубень картофеля и морковь, половину средней луковицы, 3 столовые ложки квашеной капусты, маленький соленый огурец, растительное масло, филе сельди, зелень и чайную ложку сахара. Варим овощи. Картофель и морковь, их можно в нашем случае сварить вместе, и закладывали их всегда в горячую воду. Свекла варится дольше, поэтому мы свеклу будем закладывать в холодную воду. Морковь и картофель варятся 25 минут, а свекла 40. Иногда она доходит до готовности целый час. Когда овощи сварятся, даем им остыть и приступаем к нарезке. Сначала свекла. Нарезка у нас может быть ломтик или тонкий кубик. И обязательно ее заливаем растительным маслом, чтобы она не окрасила овощи, входящие в состав. Теперь нарезаем морковь и картофель. Не смешиваем со свеклой и пока высыпаем в отдельную тарелку. Добавляем нарезанную капусту. Капусту использовали, как правило, квашеную. Ее необходимо было хорошо сжать от рассола. Хормовать капусту не рекомендуют, потому что теряется большое количество витамина С, содержащегося в капусте, и это очень полезно. Можно добавлять зеленый горошек консервированный, а можно и не добавлять. У нас сегодня огурец, поэтому горошек мы добавлять не будем. Лук в Советском Союзе для приготовления винегрета нарезали соломкой. Соединяем свеклу с остальными овощами и добавляем сахар, чтобы винегрет был ароматнее. Перемешиваем, выкладываем в салатницу и делаем вот такую горочку. Теперь главный ингредиент – сельдь. Лучше использовать сельдь слабого посола и использовать филе без кожи и без костей. Нарезаем тонкими ломтиками, желательно под уголком, без зелени никак. Рецепт винегрета с сельдью. Поместите свеклу в холодную воду и варите 40 минут. В отдельной кастрюле с горячей водой отварите морковь и картофель в течение 25 минут. Нарежьте свеклу и полите растительным маслом. В отдельной тарелке смешайте нарезанные морковь, картофели, квашеную капусту. Добавьте соленый огурец и лук, нашинкованный тонкой соломкой. Соедините все овощи и добавьте сахар. Нарежьте сельдь и оформите салат. Посыпьте винегрет свежей зеленью. Котлетка с пюрешкой или рисом. Всего 11 копеек в заводской или школьной столовой СССР. И по сей день котлеты румянеются на кухне у каждой второй хозяйки. Но как сделать так, чтобы они не теряли форму, а вкус не был кисловатым? И какой фарш лучше взять? Котлеты готовили из смешанного фарша. Это говядина и свинина. Использовали 50 на 50 процентов. А в детском питании готовили котлеты только из говядины. Приготовим 4 котлеты, а в качестве гарнира сделаем рис. Вам понадобится 250 граммов фарша из говядины и свинины, треть стакана молока, столовая ложка растительного масла, две столовые ложки панировочных сухарей, ломтик черствого белого хлеба, щепотка соли, петрушка и укроп. Для гарнира полстакана риса, стакан мясного бульона и две чайные ложки маргарина. Сначала размочим черствый хлеб в молоке. Почему хлеб должен быть черствый? Потому что свежий хлеб дашь вязкость массы, и масса будет клейкая и на вкус кисловатая. Молоко дает калорийность. Но опять же, молоко можно использовать при приготовлении котлет, которые имеют ограниченный срок потребления. Особенно это хорошо в детском питании. Соединяем хлеб с фаршем и хорошо перемешиваем. Необходимо добавить соль, фарш необходимо хорошо отбить. Может быть, видели, когда жарят котлеты, они при жарке теряют форму, имеют трещины. Это говорит о том, что массу мы недостаточно отбили. Теперь делаем заготовки в виде листика. Такая форма котлет была популярна в Советском Союзе. Панируем и жарим. Как определить готовность котлеты? При надавливании должен выделяться прозрачный мясной сок. В предприятиях раньше с целью доведения до готовности котлеты ставили в духовой шкаф. Если мы готовим в домашних условиях, мы готовые котлеты, практически готовые, поместим в сковороду, прикроем крышечкой и выдержим некоторое время. Кладем котлеты в другую сковороду, закрываем крышкой, убавляем огонь и оставляем на 5 минут. А пока сделаем гарнир. К котлетам сегодня мы будем готовить рис припущенный. Очень популярно было использовать рис, потому что это был недорогой продукт, доступный. Для приготовления припущенного риса мы используем бульон. Его необходимо подогреть. Можно, конечно, и использовать воду, но на бульоне получится более калорийный, более вкусный. В бульон добавляем маргарин и соль. Пока жидкость закипает, промоем рис в холодной воде. Конечно, рис можно и предварительно замочить, но при этом нужно помнить, что при замачивании рис впитывает в себя от 10 до 30% жидкости. Тогда необходимо будет по-другому рассчитывать и количество жидкостей. Высыпаем рис в бульон и варим 20 минут на медленном огне. Готово! Рецепт мясных котлет с рисом. Размягчите черствый хлеб в молоке, соедините с фаршем, посолите и отбейте массу. Сформируйте котлеты и запанируйте. Жарьте до появления прозрачного сока. Переложите котлеты в отдельную сковороду, смазанную растительным маслом. Оставьте на медленном огне на 5 минут. Для гарнира разогрейте бульон и добавьте в него маргарин и соль. Всыпьте рис в горячий бульон и варите 20 минут на медленном огне. Почти фастфуд из советского прошлого. Пончики. Их по-прежнему готовят в промышленных масштабах, а едят с неизменным аппетитом. При этом до сих пор производители не могут договориться о названии. Пончик или пышка. В чем разница? Пончики от пышек не отличаются ничем. Есть, конечно, спор, что пончики по-московски готовят с дырочкой, а пончики обычные готовят без дырочки. Для пончиков вам понадобится полтора стакана муки, три четверти стакана молока, растительное масло полстакана, одно яйцо, щепотка соли, две столовые ложки сахара, немного прессованных дрожжей, маргарин и сахарная пудра, столовая ложка с горкой. Выливаем теплое молоко в чашку, добавляем прессованные дрожжи и размешиваем. Затем немного муки. Ее нужно обязательно просеять. Муку просеиваем для того, чтобы стало изделие наше более пышным. Соль, яйцо и маргарин мы добавляем в конце замеса, когда тесто уже станет густым, похожим, как тесто для оладышек. Опять же, это для того, чтобы действие дрожжей было более активным. Добавляем в тесто муку, и как только оно загустеет, выкладываем на стол и месим вручную. Затем оставляем его на один час. Готовое тесто режем на брусочки. Делаем из них шарики и затем пончики и ленинградские, и московские. Одни будут с дырочкой, а другие без дырочки. Вправляем пончики на расстойку на 20-30 минут. Пончики, по сути, калорийные, конечно, мучные изделия, но иногда, конечно, мы можем себя и побаловать. Теперь разогреем растительное масло и жарим. Жареные они выглядят очень аппетитно. Рецепт пончиков. Растворите дрожжи в теплом молоке и добавьте пару столовых ложек муки. Добавьте взбитое яйцо, соль и маргарин. Всыпьте оставшуюся муку и замесите тесто. Оставьте на один час. Нарежьте тесто, сформируйте пончики. Оставьте заготовки на полчаса. Обжарьте пончики и украстье сахарной пудрой. В СССР старинный напиток – кисель – обрел новую форму. Концентрат, упакованный в брикеты. Те, чьи детство пришлось на советское время, вспоминают, что его иногда грызли тайком от родителей. Впрочем, концентраты использовали не только дома. Раньше очень часто готовили кисель, используя концентрат киселя. Быстро, хорошо, удобно, но более полезно приготовить кисель из натуральных плодов, ягод. Вот сегодня мы будем готовить кисель из вишни. В то время вишня была более доступным и недорогим продуктом. На литр киселя возьмите одну чашку замороженной вишни, литр воды, 4 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки крахмала. Ставим воду на огонь. Как только закипит, высыпаем сахар и размороженную вишню. Варим 10 минут. Необходимо часть сиропа оставить и охладить для того, чтобы развести крахмал. Процеживаем вишню и протираем ее через сито. Возвращаем на плиту и доводим до кипения. А сироп уже охладился. Добавим в него крахмал. Можно, конечно, разводить и холодной водой, но лучше сиропом, из которого готовится кисель. Размешиваем так, чтобы не было комочков. При варке киселя очень важно постоянно его помешивать, чтобы не образовалась комочка. Кисель долго не варим. Чем дольше будет кисель кипеть, тем жиже он становится. До момента закипания, как мелкие воздушные пузыречки образуются на поверхности, кисель готов. Кисель использовали в питании обязательно детском и диетическом. Рецепт вишневого киселя. В кипящую воду поместите размороженную вишню и сахар. Варите 10 минут. Процедите вишню и протрите через сито. Отделите один стакан сиропа, охладите и смешайте с крахмалом. Остальное доведите до кипения. Вылейте сироп, смешанный с крахмалом, в кипящую жидкость. Варите до появления воздушных пузырьков. Аромат классического винегрета. Сейчас попробуем. А вот вкус немного другой. Селедка здесь к месту. Не зря этот салат был хитом в заводских столовых. Да кто поспорит, раньше было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин